Вот это урожай 2019 года. В хозяйстве Альберта Уздейного уборка пшеницы завершилась всего несколько дней назад. А сейчас фермер подсчитывает убытки. Зерна в этом году собрана в разы меньше, чем в прошлом. Урожайность порядка 40 центнеразгектара. Причина – засушливое лето. Но к таким капризам природы Альберт Унухович привык. Ведь в сельском хозяйстве он уже больше 15 лет. Начинал всего с 500 гектаров, а сегодня в его распоряжении больше 2500 гектар пашни. Содержать такое хозяйство, признается фермер, трудно. В первую очередь финансово, а потому приходится прибегать к кредитам. На полях Карачао-Черкесии весь каталог мира, технику можно увидеть, всю мировую технику. Она стоит больших денег. А мне еще надо покупать семена, удобрения, гербициды. И вот как-то высвободить средства для приобретения основных средств, мы обращаемся за кредитом. Вот сейчас у меня два кредита, они погашенные. А до этого, значит, я взял вот 10 кредитов и оплачивал кредиты основной долг, день в день, проценты, день в день. Вот, нарушений не было никогда. Все эти годы Альберт Узденов сотрудничает с Россельхозбанком, основным кредитором агропромышленного комплекса как в стране в целом, так и в Карачао-Черкесии в частности. Только за прошлый год малым хозяйством региона банк выдал 51 миллион рублей. А в этом году ожидается, что эта сумма будет больше. Банк готов предоставить аграриям выгодные условия кредитования, о чем руководство Россельхозбанка уже обговорило с главой республики Рашидом Тимрезовым. У нас 3 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств. У нас больше 80 тысяч лично подсобных хозяйств. Итого получается, что малые формы хозяйствования в основном преобладают у нас в сельском хозяйстве. И вносят значительный вклад в экономику Карачао-Черкесской республики. И, конечно, глава республики заинтересован, чтобы им упростили схему получения кредитов. Таким образом, между правительством Карачао-Черкесской республики, Россельхозбанком и АКОР региона было подписано соглашение о сотрудничестве, которое позволяет фермерам получить кредит теперь по упрощенной схеме и льготной ставке не выше 5% годовых, что позволит снизить финансовую нагрузку на сельхоз товаропроизводителей. Если раньше было 100% обеспечение, то есть залог нужен был на всю судную задолженность, то на сегодня для добросовестных заемщиков возможно неполное обеспечение где-то до 50%, а если великолепная история и замечательное финансовое положение, возможно даже и без предоставления обеспечения. Кредит выдается до 5 миллионов сроком до 12 месяцев на цели сезонных полевых работ. Кредитные программы Россельхозбанка позволяют сельхозтоваропроизводителям полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных полевых работ, приобрести семена, средства защиты растений, удобрения, ГСМ, материалы для ремонта техники и оборудования, а также решить другие проблемы. На все это у фермеров обычно не хватает средств. Этот продукт специально разработан для сегмента микро с выручкой до 120 миллионов, у которых нет финансовых служб, у которых затруднение с предоставлением полного пакета документов, как для крупных предприятий, где есть специально обученные финансисты. Здесь идут предоставления отчетных данных всего за три отчетных периода, и после выдачи кредитов в банк не предоставляется пакет документов после взятия кредита, только вовремя и добросовестно нужно исполнять свои обязательства. По мнению сторон, столь тесное сотрудничество придаст новый импульс к разбитию агропромышленного комплекса региона. А значит, должны увеличиться и объемы производства, что особенно важно в нынешнее время, когда по всей стране остро стоит вопрос импортозамещения. Дали Назарова, Станислав Сушков, Архиз-24.